Это 10-минутный выпуск новостей на Пушкинском телевидении. В нем мы кратко расскажем о самых главных событиях округа в конце прошлой недели и в начале этой. Этим летом в Красноармейском детском садике «Светлячок» начался капремонт. В нем здание нуждалось уже очень давно. Построен он был еще в 1933 году. Этот детский садик считают местной достопримечательностью. 2 июля ход работ проверил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Сейчас проводится первый этап ремонтных работ. Отделка подвального помещения, стен, потолков, полов. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Общий процент выполнения порядка 20%. Субподрядчик зашел на объект 2 июня. Произведен демонтаж отопительной системы, электроснабжение, многих подвальных помещений, то есть оборудование, которое не использовали. Ну и приступает уже к отделочным работам второго этажа. По идее, должны завершить работы до 1 сентября. 1 сентября мы планируем встретить наших ребят. По проекту здесь предусмотрена замена водоотведения, отопительной системы, прочистка вентиляции, ремонт кровли и фасада. Его отделают линеарными панелями. Решено было сохранить красный цвет фасада, так как это историческая краска здания, и в городе его часто называют «красный детский сад». Общая площадь здания составляет 1800 квадратных метров. На данный момент дети, ходившие в светлячок, на время ремонта переведены в ближайшие садики «Березка» и «Кораблик». По поручению губернатора области, рабочие встречи проводит глава Объединенного округа. 2 июля Максим Красноцветов совместно с депутатом Мособулдумы Александром Легковым и представителями местной администрации выяснял, почему строительство центральной площади в Красноармейске затягивается. Предыдущий подрядчик не справился с поставленными задачами. Контракт с ним расторгнут в одностороннем порядке. Новый подрядчик обещает приступить к работам уже со дня на день. «Обязательно будем контролировать. Это очень важное стратегическое место для Красноармейска. Для меня это в том числе и везде. Сколько мы лет этот объект пробивали, чтобы получилась возможность у жителей здесь находиться на центральной площади, где каждый год проходит День города. И, конечно же, здесь очень важно, чтобы люди могли отдыхать. И вообще, в конце концов, в городе появилось какое-то центральное ядро». Также в ходе рабочего визита Максим Красноцветов посмотрел и плотину через реку Воре. С момента постройки 1926 года здесь не проводили капитальный ремонт. К модернизации объекта подрядчик приступил в апреле. По левому берегу практически все работы по модернизации плотины завершены. Готовы нижний панур, водобой, водослив, резберма – донная плита, которая укрепляет дно водотока и предохраняет его от размыва. Через неделю подрядчик перенесет русло по сделанному участку и начнет ремонт плотины по правому берегу. «Была достаточно рабочая поездка. Осмотрели несколько объектов на территории. На сегодняшний день план работ совместно с действующей администрацией сформирован. Я думаю, что нам нужно его придерживаться. И все у нас в целом получится». Для повышения эффективности выполнения работ глава поручил в ближайшее время сформировать еженедельный оперативный штаб по контролю за ходом исполнения программ. Главной темой для обсуждения у жителей на выходных стал новый герб объединенного округа Пушкинский. 2 июля его и новый флаг у муниципалитета утвердили на заседании Кружного совета депутатов. Символика герба создана членом правления Союза геральдистов России Кириллом Переходенко. Стоит отметить, что геральдическая символика городов Пушкина, Ивантиевка и Красноармейск сохраняется. Допускается использовать изображения гербов указанных городов при оформлении, например, различных культурно-массовых мероприятий или проведения спортивных соревнований. Ознакомиться со значением символики нового герба можно на нашем сайте. Продолжается прием заявок на соискание премии губернатора «Мы рядом ради перемен». В этом году номинантами станут люди, которые представят социально значимые проекты и инициативы в следующих номинациях – «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен» и «Место перемен». Заявки на участие принимаются до 11 июля. Призовой фонд в этом году составит 80 миллионов рублей. Эту сумму разделит между собой 500 лауреатов. Кроме того, участники сами выбирают, на какой размер вознаграждения они претендуют. Голосование за проекты пройдет в два этапа. Сначала на сайте премии голосуют жители Подмосковья. Номинантами станут 1200 участников. Затем жюри выберет 500 лауреатов. По правилам премии можно заявиться в одну из четырех категорий. Все решает масштаб проекта и количество людей, которым он помог ощутить позитивные перемены. Чем шире охват проекта, тем больше премия. В связи с ограничениями и заслуженной эпидемиологической ситуации, отчет Сергея Пахомова проходил в онлайн-формате. Напомним, Сергей Пахомов представляет 125-й избирательный округ, в который входит и округ Пушкинский. В рамках своего отчета депутат Госдумы затронул разные сферы. Рассказал об уже осуществленных проектах, проделанной работе и принятых за это время законах. К примеру, за пять лет приняли 109 законов, касающихся поддержки семей. Добились выделения из федерального бюджета дополнительно 450 миллиардов на новую программу ликвидации аварийного жилья. Приняли закон о бесплатной годификации и многое другое. Также Сергей Пахомов рассказал и о той работе, что ведется сейчас и о планах на ближайшие годы. Хочу затронуть еще один проект, который объединяет весь наш избирательный округ. Это реконструкция федеральной трассы М-8 Холмогоры, которая является нашей ключевой магистралью. Мы называем ее Ярославское шоссе. Она связывает Сергеев Посад, Пушкина и Королев с нашей столицей, с городом Москва. В 2020 году мы закончили реконструкцию самого сложного этапа от Королева до Пушкина. Совместно с Минстранцем проводили уже несколько встреч в этом году на повестке дня расширения и освещения федеральной трассы в два этапа от Пушкина до Софрина и от Софрина до Сергеева Посадова. Я уверен, что в ближайшие 3-4 года мы эту работу завершим и станем еще ближе друг к другу и к нашей столице. В этом году Государственной инспекции безопасности дорожного движения исполнилось 85 лет. Деньги БДД отмечают 3 июля. За день до этого глава Объединенного округа Максим Красноцветов поздравил сотрудников Гусавтоинспекции с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма и профессиональные награды. Также памятным знаком почетный ветеран Гусавтоинспекции отметили и ветеранов. 6 июля вблизи железнодорожной станции в Пушкино прошел рейд. Сотрудники линейного отдела полиции Сергеева Посада и представители администрации Пушкинского округа ловили нарушителей, которые переходят железнодорожные пути в неположенных местах. Это на улице Лермонтова рядом с первой платформой и на улице Грибоедова. По словам полицейских, многие люди объясняют свой переход пути в неположенном месте с желанием сэкономить время или незнанием того, что это запрещено. Не останавливает многих и тот факт, что сотрудники РЖД постоянно закрывают эти проходы. Новые заборы в скором времени люди вылавывают и продолжают ходить через рельсы. Поэтому такие рейды и дальше будут проводить. 2 июля Центр занятости населения отметил 30-летний юбилей. Поздравить коллектив с круглой датой приехал заместитель главы округа Юрий Гордеев. Как все прошло, смотрите далее. Улыбнулись. Центру занятости 2 июля исполнилось 30 лет. Ни на один день не прекращалась его работа, даже в пандемии. В этот период более 5,5 тысячи заявлений поступили о постановке на учет. Для сравнения, в 2019 году заявление было подано всего от 500 человек. В январе месяце, на 1 января 2001 года, было 5300 безработных. На сегодняшний день, благодаря нашей работе, благодаря общей ситуации в России, 1500 человек и есть перспектива снижения. Центр занятости является объектом социальной сферы. Обеспечение на территории Московской области рабочих мест – цель и задачи центра. Также проходят ярмарки вакансий, которые хороши тем, что сразу на месте соискатель может поговорить с директором или кадровиком. В год проходят шесть ярмарок вакансий. Конечно, имеется процент граждан, которые оказываются без оказания услуги. На этот случай всегда есть телефон горячей линии и сайт центра. Потерявший работу входит на этот сайт, регистрируется, отвечает на те вопросы, которые задает система и в конечном итоге попадает к нам в центр занятости. На данный момент здесь трудится около 30 сотрудников. Поздравить коллектив центра занятости приехал замглавы Юрий Гордеев. Желаю вам несекаемого оптимизма, терпения, новых профессиональных достижений и крепкого-крепкого здоровья. Спасибо. Кристина Кристейна, Юрий Добрунов, Яков Глазер, Пушкинское телевидение. Для удобства пассажиров, имеющих социальные карты, по поручению губернатора области заработала технология «Фасттрек». Теперь жителям, имеющим право на льготный проезд, не обязательно идти в кассу, чтобы получить раздвое билет на электропоезд. С 1 июля бесконтактный сбор с поплатой стал доступен на подмосковных и столичных станциях, оборудованных турникетами и валидаторами. Это 151 подмосковная станция. Валидироваться надо дважды, на входе и выходе. При себе важно иметь документы, удостоверяющие право на льготный проезд, чтобы предъявить их по требованию кассира-контролерам. Если на станции нет таких устройств, необходимо, как и раньше, оформить разовый билет в кассе. Список станций, где работает система «Фасттрек», можно посмотреть на сайте. Время новостей.